Сегодняшняя встреча, а также ряд последующих встреч, которые мы проведем в течение нескольких ближайших лет. Мотивом этой встречи послужил факт принятия комитетом ВАИС по стандартам положения, согласно которому с 1 января 2022 года вводится новый стандарт СТ-26. Мало того, ключевым моментом является то, что с этого момента приниматься последовательности будут только в этом формате, ни в каких более иных. Сейчас в действующих нормативно-правовых актах также есть указания на то, что в стандартах определенных должны быть представлены сведения о последовательностях. Однако до последнего времени мы не предъявляли жестких требований к тому, в каком виде вы представляете последовательности. Вы, наверное, заметили, что с конца лета мы несколько ужесточили требования свои, в частности формальной экспертизы, к тем сведениям, формату последовательности, который вы представляете. Это неизбыточное требование, сделаны все требования, которые мы предъявляем, они в рамках тех норм, которые указаны в действующих нормативно-правовых актах. И они обусловлены тем, что вам необходимо как изобретателям, как представителям патентного сообщества привыкнуть адаптироваться к мысли о том, что последовательности должны быть представляться в строгом установленном действующем формате. Для того, чтобы было понятно, что это за формат, где эти требования представлены, и будут проведены встречи наши. Если в процессе сегодняшней нашей встречи, пожалуйста, пишите записки, передавайте нам, мы ответим на все вопросы, не только связанные с форматом, но и если возникнут вопросы по экспертизе последовательности, то и на эти вопросы мы ответим. Кроме того, по мере использования вами при подготовке материалов заявок стандартов, если у вас будут возникать вопросы, присылайте нам на электронную почту, мы будем эти вопросы аккумулировать и на основании этого проводить последующие встречи. Чем еще связано, обусловлено проведение такого рода встреч? Тем, что в настоящее время в Российской Федерации проводится политика цифровизации. Наше ведомство также в этом процессе участвует. Многие системы в течение ближайших нескольких лет будут переведены в цифровой вид. Интенсивно продвигается услуга электронной подачи заявок. И вы понимаете, с этим связано то, что материалы должны соответствовать определенным требованиям, которые к ним предъявляются. Поэтому здесь на первый план, вот в вашей интересующей тематике, касающейся биотехнологии, выступают стандарты. Стандарты, причем международные, подчеркну. Стандарты – это не наше новшество. Кроме того, в последнее время приняты и уже начали, вступили в действие национальные проекты, госпрограммы, в которых в качестве индикаторов указаны патенты. Практически все нацпроекты в качестве индикатора используют патенты. Кроме того, акцент сделан на зарубежное патентование. И здесь как раз, опять же таки, возникает необходимость освоения вами тех требований, тех норм, которые предъявляются к составлению заявок в вашей области, в области биотехнологии. Поэтому понимание того, в каком виде необходимо представить материалы, каким требованиям материалы должны быть соответствовать, оно позволит снивелировать риски получения отказных решений, отказа в приеме материала заявки не только в нашем патентном ведомстве, но и зарубежных. Потому что очевидно, что защита интересов разработчиков не замыкается только на отечественном патентовании, но и на зарубежном. Соответственно, вам необходимо освоить те требования, которые предъявляются. Сегодня в качестве докладчиков выступят представители как отраслевого отдела, в котором рассматриваются такого рода заявки. Также представители, которые занимаются стандартами, которые тесно сотрудничают с ВАИС, комитетом по стандартам. И также выступит представитель, который обеспечивает техническое сопровождение. Вы можете задать вопросы по представлению в электронном виде этих материалов. Так что, повторюсь, если у вас по ходу выступления возникнут вопросы, передавайте их нам. Мы по завершению всех докладов на них ответим. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Гаретова Ирина Вячеславовна, эксперт отдела биотехнологии пищевой промышленности. Я бы хотела вам рассказать о последовательностях вообще, что это такое. Не все знают, возможно. Итак, я продолжу. Помимо того, о чем я хотела рассказать, это также требования национального законодательства к представлению перечня последовательности, к характеристике изобретений с использованием аминокислотных и нуклеотидных последовательностей в формуле. И кратко коснуться стандарта 25 и 26. В дальнейшем уже мои коллеги продолжат более подробно про эти стандарты и их отличия. Значит, вот разделы моей презентации. Ну, могу озвучить еще раз. То есть я планирую рассказать о типичных биотехнологических объектах изобретения, использовании последовательности нуклеотидов и аминокислот в характеристике изобретения в формуле, продемонстрировать пример поиска последовательности в базе данных NCBI BLAST, также обратить ваше внимание на требования к представлению перечня последовательности заявки на патент, в том числе в соответствии с действующим стандартом 25 и с рекомендуемым стандартом 26 в АИС. Типичные изобретения в области биотехнологии относятся к продукту, способу применению. Чаще всего в качестве биотехнологических продуктов заявляют устройства, вещество, композиция, штамм микроорганизма, линия клеток, генетическая конструкция, белковая конструкция. В виде способов заявляют обычные методы рекомендантной продукции веществ, фармацевтики, пищевой промышленности, также диагностические различные методики, способы генотерапии, способы производства биотоплива, биологические методики утилизации токсичных отходов. А также могут быть объекты на применение известных продуктов или способов по новому назначению. Вообще, что такое последовательность? Существует три типа последовательности, с помощью которых представляют структуру соединения в области биотехнологии. Таковыми являются последовательности ДНК, РНК и белка. Последовательность ДНК, носителя генетической информации, состоит из цепочек повторяющих нуклеотидов, обозначаемых буквами латинского алфавита. Всего их четыре – аденин, тимин, гуанин, цитозин. Последовательность РНК копирует последовательность ДНК для синтеза белка и использует те же нуклеотиды, за исключением того, что тимин заменяется на урацил. Белок, соответственно, синтезируется на матрице РНК, определяется последовательностью нуклеотидов РНК и состоит из набора аминокислот, обозначаемых в виде трехбуквенных символов, например, цистеин, цис, либо однобуквенных обозначений си. Принято два основных типов обозначений аминокислот. Это однобуквенные и трехбуквенные для определения 20 стандартных аминокислот, также присвоенные обозначения нестандартным аминокислотам. Согласно подпункту 13 пункта 53 требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение 2016 года, формулу изобретения, характеризующую нуклеиновую кислоту, белок, полипептид или пептид с установленной структурой, включается в номер соответствующей последовательности нуклеотидов и аминокислот. В соответствии с подпунктом 6 пункта 53 требований, в случае использования последовательности нуклеотидов и аминокислот для характеристики признаков формули изобретения, последовательность представляется путем указания ее номера в перечне последовательности в виде SEC ID NUMBER. Хотелось бы обратить ваше внимание на частые ошибки, допускаемые заявители при использовании последовательности для характеристики изобретения формули. Вот для примера я привела пять образцов формулировок. Вот с первой формулировкой вопросов нет, она характеризована в соответствии с подпунктом 6 и 13 пункта 53 требований. Вот с остальными есть проблемы, поскольку заявитель предоставляет признак последовательности не в виде отсылки на номер последовательности, перечни последовательности, как это регламентировано национальным законодательством, а в ином виде, что нарушает эти требования. Например, для пептида под номером 2 и зонда под номером 3 заявитель приводит в формуле изобретения обозначение единиц, составляющих последовательность. В случае пептида это аминокислотные остатки, наименование аминокислотных остатков в случае нуклеотидного зонда это цепочка нуклеотидов, его составляющих. Данную характеристику можно исправить, например, указав вместо указанных формулировок отсылки на номера их в перечне последовательности. Вектор экспрессии охарактеризован с отсылкой на фигуру 3, то есть на чертеж, где последовательность представлена в виде картинки, что не позволяет провести информационный поиск. Также способ с использованием средства охарактеризован путем отсылки на базу данных Виннепрод с указанием ее номера, что также нарушает требования под пунктом 5 и пунктом 53 требований, согласно которому такие отсылки недопустимы. Вообще, я хотела бы пояснить, почему для характеристики изобретения с использованием признаков последовательности нуклеотидов или аминокислот выдвигаются такие требования. Пояснить я хотела на примере того, как эксперт проводит поиск в базах данных, то есть как эксперт использует последовательности, которые ему представляются в определенном стандарте. Дело в том, что для проведения информационного поиска с целью установления известности заявленных структур пептидов или нуклиновых кислот необходимо располагать последовательности в определенном формате, то есть цепочки структурных единиц, составляющих последовательность ДНК, РНК или белка, должны быть представлены с использованием общепринятых обозначений в текстовом формате. Вот в качестве примера я хотела бы представить вашему вниманию типичный процесс поиска последовательности в базе данных, и он, как правило, состоит из нескольких шагов. На первом этапе эксперт вводит последовательность. Вот я хотела ваше внимание обратить на окошко поиска поисковой системы BLAST, где последовательность представлена в виде цепочки символов, которую мы собираемся искать. Выбирает эксперт дальше необходимые базы данных для поиска, и на втором этапе система представляет список найденных источников информации, релевантных поисковому запросу. Далее эксперт уже более подробно изучает список найденных документов, релевантных поиску. Он анализирует выравнивание последовательности для поиска с найденными последовательностями, отбирает подходящие, исходя из даты приоритета изобретения, и степень идентичности структур. В том случае, если последовательности будут представлены не по стандарту, представляется довольно проблематичным осуществить информационный поиск и вынести решение о патентоспособности заявленного изобретения, охарактеризовано с использованием признаков последовательности нуклеотидов и аминокислот. Также в национальном законодательстве есть требования к перечню последовательности в заявке на патент. Так, согласно пункту 11 требований, перечень последовательности должен быть оформлен в соответствии со стандартам Всемирной организации интеллектуальной собственности. Информация о действующем стандарте представлена на сайте Роспатента. Копия перечня последовательности нуклеотидов и аминокислот, представляя ее в машиночитаемой форме, должна быть идентична перечню последовательности, представляемой в печатной форме. Исходя из пункта 30 требований, перечень последовательности относится к одному из разделов описания, который в соответствии с пунктом 13 требований представляется на машиночитаемом носителе в виде текстового файла в формате RTF или DOC. В настоящий момент действует стандарт 25. Как я уже говорила, он представлен на сайте Роспатента. Я дала специальную ссылочку, то есть можно ознакомиться там с ним. Далее мои коллеги подробно рассказывают о стандартах ВАИС в отношении перечня последовательности. Я лишь хотела показать вид отображения перечня последовательности в стандарте 25 и 26, как на сегодняшний момент требуется стандартам 25. Это текстовый формат, указаны определенные идентификаторы, из которых мы можем узнать происхождение последовательности, ее размер, и сама последовательность непосредственно приведена ниже. Новый стандарт 26 ВАИС будет действовать с 1 января 2022 года, и он значительно отличается от 25 стандарта. Вот можете увидеть, что он в другом формате XML. Здесь используются иные идентификаторы. Сами последовательности тоже приведены. Здесь более подробно я останавливаться не буду, предоставлю слово своим коллегам. Если будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, по адресам, указанным электронной почтой. Благодарю вас за внимание. Ну, еще раз хотелось бы отметить, если все успели записать адреса почты, что последовательность является частью описания, в связи с чем необходим именно текстовый формат. Поступают ли они через личный кабинет, либо в печатном виде с прикрепленным машиночитаемым носителем. Они нам необходимы для работы именно в текстовом формате. Вот на сегодняшний момент в соответствии со стандартом 25. Когда вступит в силу стандарт 26, стандарт 25 не будет с ним параллельно существовать. Поэтому здесь необходимо к этому подготовиться, внимательно изучить этот вопрос. Благодарю за внимание. Так, ну, надеюсь, вы поняли основные моменты, связанные с нашим поиском, который мы проводим, с экспертизой. Если дальше возникнут вопросы, мы готовы ответить. Далее перед вами выступит Ольга Дмитриевна. Она специализируется на вопросах стандартизации и расскажет вам уже об особенностях этого стандарта, о котором сегодня идет речь. Добрый день. Меня зовут Тюрина Ольга Дмитриевна, как Татьяна Николаевна уже представила. Сегодня мы с вами поговорим о стандартах. О стандартах в принципе. Что же это такое? Международные стандарты ВАИС. Как с ними познакомиться, где можно их увидеть. И более подробно о стандартах 25 и 26. Стандарты ВАИС. Это или руководство, или рекомендации по вопросам, касающимся обмена патентной документации и доступа к ней. Они были предназначены, изначально разработаны и предназначены для ведомства промышленной собственности, для беспрепятственного обмена патентной информацией, а также для удобства поиска технической и правовой информации в патентной документации. Разработка этих стандартов ведется группой международных экспертов. Руководит разработкой и пересмотром специальный экспертный орган. Теперь он называется комитет по стандартам ВАИС. Сейчас в разработке, в данный момент, находится 16 стандартов и рекомендаций. И наше ведомство участвует в разработке практически всех стандартов и рекомендаций, которые разрабатываются комитетом. Как это происходит? Комитет ставит задачу и назначает целевую группу, в которую входят эксперты из заинтересованных ведомств по данному какому-то вопросу. И далее происходит работа обычно на ВИКИ-форуме. И утверждаются подготовленные стандарты на комитете по стандартам ВАИС, которые проходят обычно, собирается один раз в год. Разработка первых стандартов была начата в 1980-х годах прошлого века. К настоящему моменту разработаны 57 стандартов в области патентной информации, информации о товарных знаках, о промышленных образцах. Разработанные и принятые раньше стандарты ВАИС в случае необходимости могут пересматриваться, обновляться, конкретизироваться документы, обновляться в них данные. Следующий слайд. Все, спасибо. Где можно найти информацию о стандартах ВАИС? Вся принятая и пересмотренная, о принятых и пересмотренных в стандартах информация находится собрана в справочнике ВАИС по информации о документации в области промышленной собственности в хэндбуке. Адрес у вас на экране. Вот так выглядит сайт ВАИС, где находится, где есть перечень стандартов ВАИС. Вслед за опубликованными стандартами ВАИС на английском языке мы стараемся переводить их на русский язык и публиковать на сайтах Роспатента и ФИПС. Вся информация о опубликованных стандартах на русском языке находится вот по этому адресу. Как найти? В частности, с сайта ФИПС можно или перейти в нормативные документы, или на верхней панели задач просто в документы, далее выбрать стандарты ВАИС и уже из перечня стандартов выбрать нужные. Здесь вся информация на русском языке, и мы стараемся, чтобы страница Роспатента и ФИПС была аутентичной с сайту ВАИС, там, где перечень стандартов. Это был первый пункт нашей презентации. Перейдем дальше. Те стандарты, о которых я говорила ранее, которые были в 80-х и до конца прошлого века разработаны, были, конечно, предназначены в основном для бумажного делопроизводства, но в 20-х годах назрела необходимость переходить на обработку и обмен данными с использованием современных средств. И в результате обсуждения на комитетах таким средством был признан XML-формат. Это, сейчас секундочку, расширяемый язык разметки Extensible Marked Language. Этот формат дает четкую структуру документа для представления, для обмена, наиболее удобен для машинной обработки, а также предоставляет возможность контроля значений в полях документа. Так он очень хорошо структурирован. В результате того, что было принято формат XML в качестве основного для обмена и обработки, для начала был разработан 36-й стандарт для использования в патентной информации, затем 66-й был принят для информации о товарных знаках, затем 86-й для промышленных образцов, но параллельно велась работа по разработке универсального стандарта для всех видов промышленной собственности. И вот последний, вот этот 96-й стандарт, он в область действия своего включает, как вышеперечисленные патентную информацию, товарные знаки и промообразцы, но также и иные виды. Но, в частности, последнее, что было, это географические указания. Тоже в область действия 96-го стандарта. Но, несмотря на это, в свое время был принят уникальный стандарт для совершенно уникальной информации, 25-й стандарт для перечни последовательностей. Так вот и здесь тоже было принято решение, что нужен необходим уникальный стандарт с использованием XML для представления перечней нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. Мы чуть-чуть остановимся на стандарте 25-м. 25-й стандарт был принят комитетом, ну, как вы видите, в 98-м году, это более 20 лет назад. Предназначался он в основном для международных заявок, но также для региональных и национальных заявок. Для своего времени он был нужен для повышения точности и качества представления перечней нуклеотидных аминокислотных последовательностей, облегчения представления, удобного доведения последовательностей до сведения заявителей, экспертов, для содействия поиску данных о последовательностях, обеспечения обмена между ведомствами в электронной форме и ввода соответствующих данных в компьютерные базы данных, в первые для того времени. Однако, этот 25-й стандарт, он был предназначен не только для машинной обработки, но также и для бумажного еще делопроизводства, когда последовательности могли составляться, ну, там, вручную и в текстовом формате. Поэтому 17 сентября 2010 года Европейское патентное ведомство обратилось в Комитет по стандартам с предложением о разработке нового стандарта по представлению последовательностей на основе расширяемого языкоразметки, на основе XML. Мотивом ИПВ было то, что стандарт 25-й не отвечает последним научным требованиям. Ну, кроме того, что в нем присутствовал как бы человеческий фактор и возникали ошибки просто такого технического характера, они также мотивировали тем, что на тот момент существует больше типов местоположений, поддерживаемых поставщиками общедоступных баз данных. Это вот Европейская лаборатория молекулярной биологии, Банком данных Японии, Национальным центром биотехнологической информации, чем предоставляет стандарт 25-й. И поэтому заявителям приходится находить некоторые нестандартные, часто неточные способы для аннотирования последовательностей. А также функциональные ключи и квалификаторы, то есть это контролируемая лексика, используемая в отображении характеристик, используется в стандарте 25-м, та, что не используется мировыми репозиториями последовательностей. Нужны были какие-то обновления. Планомерно переходим к стандарту 26-му. В 2010 году была разработана целевая группа, и несколько лет этот стандарт очень как-то трудно рождался. В том числе надо было иметь в виду, что патентные ведомства разных стран развиваются по-разному. Естественно, европейское ведомство, американское ведомство, там ведомства Великобритании, с их информационными системами, они там, допустим, шли впереди. Но есть такие страны, были и есть, остаются очевидно, которые не могут догнать по развитию ведущие мировые страны. И там еще сохранялось бумажное дело производства. И они стали говорить, то есть их представители говорили о том, что для них это сложно, это очень сложно переходить на этот формат и переходить на прием последовательности в этом формате, что их информационные системы не готовы и непонятно, когда будут готовы. Мы учитываем, что стандарты ВАИС – это не законы, это не национальные законы, обычно это именно рекомендации для ведомств. Но они разрабатываются посылкой, как бы просьбой ведомств многих, и ведомствами принимаются и используются в своей деятельности. Но, тем не менее, эти рекомендации не обязательны для исполнения ведомствами, по крайней мере, в полном объеме. Но то, что касается 22-го стандарта, 26-го, извини, правильно, стандарта, значит, было принято все-таки решение, что на него необходимо переходить, ну, как-то всем желательно одновременно, потому что в целях стандарта была унификация составления последовательности и приема одновременно по всему миру. В итоге был разработан стандарт. Кроме этого стандарта были разработаны несколько к нему приложений. То есть это контролируемая лексика, таблицы аминокислот и пептидов. И, значит, был приведен образец, перечни последовательности, было подмножество символов уникода, и дополнительное для обмена информацией для патентных ведомств требования. Но при этом многие ведомства сказали, что они не будут готовы перейти, и даже не потому, что их информационные системы не готовы, но не готовы к этому будут заявители, и не готовы к этому будут эксперты. Необходимо предпринять ряд мер для того, чтобы сделать определенную подготовку, то есть переход к этому стандарту. Поэтому в 2016 году, когда стандарт был одобрен, он был принят с последующим редакционным примечанием. Комитет по стандартам ВАИС просил ведомства отложить подготовку к введению нового стандарта до тех пор, пока на его следующей сессии не будут приняты рекомендации в отношении перехода к новому стандарту, с которым согласятся ведомства. За этот год был распространен циркуляр ВАИС с вопросником к ведомствам. Кроме всех прочих вопросов, основными все-таки были вопросы, как ведомство считает, какую дату перехода следует установить, каков должен быть сценарий перехода, будет ли это постепенный переход, там кто как может, кто там как успеет, или это будет одновременный переход. И также обсуждалось возможное особое условие для международных заявок, которые спрашивают приоритет у более ранних заявок, но содержат перечни последовательности еще в соответствии со старым форматом. И по результатам опроса, то есть по результатам, скажем так, ответов от ведомств, комитет согласился с тем, что переход состоится, они отсрочили дату перехода на максимальное время, то есть должен был состояться в июле 2020 года, но по просьбе отдельных ведомств эта дата была перенесена на более длинный срок. И переход состоится в январе 2022 года, но уже теперь в качестве сценария был выбор временный переход всеми ведомствами, так называемый сценарий Большого взрыва. И в качестве контрольной даты комитет принял дату международной подачи, но не дату приоритета. Преимущество стандарта 26 в том, что принятие ведомствами по всему миру единообразного формата перечня последовательностей, улучшенное качество передачи и последующей обработки за счет того, что улучшается структура данных в XML-формате. Автоматизация при проверке данных, то есть уже при подготовке последовательность будет как бы правильной в соответствии со стандартом 26. Для этого ВАИС обязался разработать определенный инструмент для авторизации и валидации последовательностей. И уточненные требования относительно того, должно ли раскрытие быть включено в перечень последовательностей. И как это должно выглядеть. Кроме того, совместимость данных последовательностей с международными, скажем так, базами для хранения последовательностей. То есть это включение аннотаций в виде функциональных ключей и квалификаторов. Стандартизация представления вариантов последовательностей. аннотации модифицированных остатков и дескрипторов местоположения признаков. Расширенные поисковые возможности. То есть дополнительные типы раскрытых последовательностей теперь должны быть включены в перечень. Был задан вопрос «А что нового в стандарте ВАИС?» Так вот я попробовала сделать вот такую таблицу, где отражены просто несколько основных моментов. В заголовках, во-первых, формат, в котором сейчас действует 25-й стандарт, и новый формат XML. Значит, смотрим. В 25-м стандарте содержатся процедурные и технические требования. 26-й стандарт содержит только технические требования, а все процедурные будут включены или в автоматизированную систему идентификации PCT, или в национальные и региональные законы. Стандарт 25-й не требует включать аналоги нуклеотидов, Д-аминокислоты и линейные части последовательностей разветвленных, в то время как в 26-м стандарте перечисленные аналоги нуклеотидов, Д-аминокислоты и так далее должны быть включены в последовательность. 25-й стандарт не требует включения нуклеотидных последовательностей с менее чем 10-ю остатками и аминокислотных последовательностей с менее чем 4-мя остатками. В стандарте 26 более жесткое требование. Такие последовательности просто запрещены. И последнее. В таблицах 5 и 6, которые содержали функциональные ключи только для аннотирования нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, в 26-м стандарте функциональные ключи и квалификаторы международной базы данных по последовательности заменяют и значительно улучшают таблицы 5 и 6, чем в стандарте 25. Это основные отличия. Теперь моменты перехода. Значит, что сделано в настоящий момент? К настоящему моменту принята пересмотренная версия стандарта. Это было на последнем комитете в июле 2019 года. Была пересмотренная версия стандарта 26 со всевозможными уточнениями и приложений с первого по пятое. Приняты приложения шестое и седьмое. Я чуть подробнее, чуть попозже расскажу о них. Новые приложения. И Международное бюро ВАИС подготовило обещанное соответствующее программное обеспечение ВАИПА-секвенс, предназначенное для заявителей и ведомств для целей подготовки и верификации последовательности в формате XML в соответствии с новым стандартом 26, ну а также их последующей обработки и просмотра в удобном виде. Что в Роспатенте и ФИПСе? Актуальная версия стандарта 26 и приложений с первого по пятое уже с внесенными правками последними они переведены и подготовлены к публикации на русском языке на сайтах Роспатента и ФИПС. Приложение новое 7 рекомендации по преобразованию перечня последовательности из стандарта 25 в 26 тоже вот оно на экране у вас оно переведено на русский язык и тоже готово к публикации и будут эти документы опубликованы в ближайшее время я думаю до конца года. Они опубликованы на наших сайтах. Я прошу когда оно будет опубликовано обратить внимание на приложение 7 в котором рассматриваются различные ситуации как они называются сценарии при переходе от стандарта к стандарту а именно о том каким образом должна быть подготовлена последовательность и не будут ли потеряться признаки в последовательности или наоборот добавляться то есть будет ли такая необходимость добавлений или там удаления конкретных признаков вот различные сценарии они рассматриваются в этом документе приложение 6 это руководство пользователя ну и в качестве дополнения там файл в xml формате находится в процессе перевода это большой документ порядка там 100 листов он пока на русском пока полностью недоступен но при необходимости его можно изучить на английском языке он на сайте ваис он приведен пожалуйста вот по этому адресу страницы с 94 по 166 я думаю что этот документ будет переведен где-то ну до конца года и в первом квартале опубликован в добавлении к тем к той актуальной версии которая уже будет опубликована раньше с приложениями ну собственно про инструменты вайпа секвенс вам расскажет Юрий Владимирович спасибо что бы я хотела еще добавить акцентировать ваше внимание мы сейчас живем в эпоху когда по сути не не контролируем и растет объем информации и вы понимаете что в ручном режиме как когда-то мы это делали мы уже не можем поиск проводить особенно в таком сложном суперсложном объекте как последовательности поэтому без стандартизации без перехода на эти стандарты нам не обойтись мы не сможем найти мы не сможем найти те документы которые позволят подтвердить или не подтвердить наличие новизны наличие в целом патентспособности вашей разработки поэтому стандарты крайне необходимы я хотела что еще отметить например в прошлом году одним Китаем в Китайской в Китае только в одной стране было подано зарегистрировано 3 миллиона патентных документов это касается и изобретений и полезных моделей вы же понимаете какой сумасшедший объем массив информации он выходит наружу и становится общедоступен на всем нашем земном шаре поэтому для того чтобы проанализировать то что публикуется то что появляется в свободном доступе конечно нам нужны инструменты автоматизированной системы поиска которыми мы уже располагаем и которые в настоящее время дорабатываются но без стандартизации представления информации нам не обойтись поэтому призываю вас сейчас уже задуматься о действующем стандарте изучить его и начинать изучать 26 стандарт для того чтобы к моменту перехода всех патентных ведомств на этот стандарт мы были к этому готовы мы уже отработали и выяснили вы нам задали все вопросы которые у вас возникнут и мы на них ответили для того чтобы не было ни потери информации ни ущемления ваших прав в 22 году а далее перед вами выступит представитель который сотрудник который специализируется на сопровождении на понимание того как вам представить материалы к подаче с технической точки зрения и какие ошибки можно избежать добрый день меня зовут Юрий Зантов и я стараюсь познакомить вас с тем программным продуктом который Международное бюро ВАИС разработало в помощь заявителям и ведомством по заданию комитет по стандартам как уже было сказано комитет принял решение о радикальном сценарии перехода с 25 на 26 стандарт и поручил Международное бюро разработать некий единый программный инструмент который помог бы заявителям и ведомствам составлять заявки содержащие последовательности а также проверять их на соответствие требованиям стандарта ст 26 и так же как было сказано в предыдущем докладе на седьмой сессии в июле 19 года была представлена демонстрационная версия программы вот также следует отметить что разработка программы продолжается она совершенствуется и эту деятельность продолжит координировать Международное бюро ВАИС будет следить за выпуском обновлений и новых версий инструмента назначение основным назначением данного продукта это с одной стороны предоставить заявителям возможность готовить списки последовательности и проверять их на соответствие стандарту ст 26 а ведомством обрабатывать заявки содержащие списки последовательности еще одним важным назначением это предоставить средства для просмотра последовательности так как формат XML принятый в стандарте ст 26 он как было отмечено удобен для машинной обработки но может быть менее удобен именно для того чтобы просматривать его глазами человеку в область применения продукта в ipo sequence собственно название в ipo sequence было официально принято комитетом утверждено что он позволяет редактировать последовательности или импортировать последовательности формате ст 26 то есть осуществлять проверку при этом это как проверка на соответствие схеме xml документа так и ряд дополнительных проверок реализуемых на уровне программного обеспечения а также что наиболее важно это собственно осуществлять преобразование документов в формате ст 25 в формат 26 ну и собственно предоставлять средства отображения нужно отметить что настоящий момент данный продукт еще не доступен широкому кругу пользователей и для вот далее я покажу несколько слайдов собственно того чтобы продемонстрировать как выглядит пользовательский интерфейс программы для этого была использована тестовая версия предоставленная в АИС но следует отметить что как раз после 18 ноября 19 года АИС планирует выпустить бета-версию версию 1.0 бета и собственно разместить ссылку на нее и руководству пользователя на сайте ВАИС для того чтобы все могли с ней ознакомиться при этом продолжится работа которая ведется в рамках целевой группы по доработке и по совершенствованию программы программа будет представлена как заявляется ВАИС в трех версиях для трех самых распространенных операционных систем а также интерфейс программы будет переведен в частности на русский язык на самом деле он будет переведен если я не ошибаюсь на 10 языков также в 2020 году планируется выпустить обновленную версию с учетом тех замечаний которые поступят и уже поступили от вердус так и от будущих пользователей плюс ряд дополнительных возможностей а именно если в настоящее время вот та программа которая планируется уже в ближайшее время к выпуску в основном ориентирована на заявителей то планируется в 2020 году добавить также возможности для работы патентных экспертов это извлечение из перечня последовательности для их преобразования в формат фаста для дальнейшего использования в поисковых системах и собственно инструмент сравнения который позволит сравнивать два перечня последовательности представленных в XML формате стандарта ST26 далее мы перейдем к демонстрации той версии интерфейса которая в настоящее время нам была доступна хотелось бы прежде перед этим отметить что в целом этот программный продукт он представляет из себя целый комплекс то есть имеется версия для пользователей для заявителей имеется отдельный компонент предназначенный для ведомств который может быть встроен в информационные системы ведомств и наконец имеется сервер обновлений посредством которого как раз ВАИС предполагает доставлять новые версии или исправленные версии непосредственно до теле и до ведомства значит далее будет представлено несколько слайдов это интерфей это так выглядит версия программы в операционной системе macOS с включенным переводом на русский язык видно что имеется порядка 10 языков в которых доступен интерфейс значит начинается все с проекта под проектом понимается как я это вижу дело заявки или материалы дела заявки собственно пользователь создает новый или может импортировать один из существующих проектов и далее осуществляется ввод информации о идентификации заявки о заявителе о изобретателях о приоритетных сведениях и собственно происходит либо создание либо импорт последовательности из 26 либо из 25 формата также следует отметить что для удобства пользователей программа позволяет сохранить как мы дальнейшему видим например при вводе данных заявителя или изобретателя или каких-то элементов последовательности программа предлагает сохранить эти данные в справочник для последующего использования таким образом однажды введенный заявитель в дальнейшем при составлении новых проектов новых материалов заявок может быть выбран из справочника из выпадающего списка значит далее выбираем название и описание проекта создаем его далее у нас мы можем вывести на печать или экспортировать проект а также собственно осуществить его проверку и сформировать последовательность то есть сформировать представление в формате ст26 в формате xml данное действие возможно только после прохождения всех проверок их достаточно много то есть только если все требования которые реализуются проверка которых реализована на основе требований стандарта в этом программном продукте только после этого можно сформировать итоговый документ значит вводится общая информация к обязательным параметрам относятся идентификационные сведения сведения о заявителе название изобретения и непосредственно последовательность необязательным но рекомендуемым являются сведения о приоритете для идентификации соответственно имеются два варианта в случае если уже выделен номер заявки и если он еще недоступен приводится сведения о заявителе изобретателе вот эта вот форма ввода она будет выглядеть одинаково то есть указывается страна указывается адрес указывается наименование на на национальном языке и на языке английском и адрес вот так же как я упоминал вот здесь вот собственно при выборе можно указать существующий ли это пользователь заявитель или же новый в случае нового заявителя информация о нем будет предложено сохранить в справочнике для последующего использования на данном слайде у нас представлен представлен проект с частично заполненными сведениями в качестве примера здесь были взяты в дальнейшем это увидим фрагменты реальной последовательности из реальной заявки имена пользователей были изменены после заполнения основных сведений мы переходим к вводу информации о собственно последовательности к самой важной части здесь возможен импорт или же создание следует отметить что далее мы увидим пример как выглядел фрагмент в 25 стандарте и как он потом был представлен в стандарте 26 следует отметить что работа с программой импорт практически подразумевает что после переноса сведений могут потребоваться изменения внесения изменений в ручном режиме просто поскольку требования 26 стандарта как было предыдущим докладчиком отмечено являются более строгими в ряде моментов вот так вот выглядит в данном случае я там загрузил в этом примере там было 22 последовательности они загрузились вот альтернативным образом можно ввести последовательность вручную указав ее наименование тип соответственно перечень остатков также имеется специальный параметр который указывает что скажем так то есть это дело проект может содержать последовательности но не все из них а лишь те которые отмечен флажок что точнее не отмечен флажок потому что она целенаправленно исключена будут проводиться дальнейшие проверки собственно только такие будут включены в итоговый документ как я предполагаю это сделано для удобства пользователя для того чтобы имелась возможность постепенно осуществлять ввод и корректировку сведений на данном слайде представлен интерфейс импорта собственно он очень простой предлагается загрузить данные либо в формате ст25 либо ст26 либо в так называемом ро формате просто происходит прикрепление выбор соответствующего файла для ст25 это должен быть файл с расширением текст для целей подготовки этих материалов материалы заявки содержали файл в формате док откуда простым способом естественно можно было преобразовать сведения в плейн текст формат текста вот и собственно после после проведения операции импорта в соответствующей вкладке в верхнем меню имеется ряд пунктов в том числе отчет об импорте были получены сообщения сообщения носят различный характер то есть какие-то из них являются информационными когда программа как в данном случае автоматически произвела некоторые преобразования в каких-то случаях тип сообщения будет другой например ошибка где будет указано о том что какие-то сведения не удалось автоматически перенести или же они там требуют внимания со стороны пользователя в данной версии одним из таких требований например это было собственно требование к указанию каких-то наименований с использованием либо английского языка либо соответственно символов в кодировке Latin 1 далее соответственно перечень полей которые были определены и обработаны из исходных сведений в формате 125 вот на данном слайде да собственно это вот как раз режим редактирования то есть видно что был присвоен автоматический идентификатор и собственно можно указать тип вот тип и прочие параметры отредактировать импортированные сведения вот опять же программа так же как с заявителями и изобретателями организмы могут быть сохранены в справочнике для последующего использования для более удобного быстрого ввода сведений в дальнейшем при работе с новыми проектами вот значит вот соответственно были выделены характеристики и последовательность вот так это выглядит вот и далее собственно после того как последовательность и все необходимые параметры введены мы можем попробовать осуществить проверку на соответствие стандарта 126 и сформировать документы вот но в данном случае это у меня соответственно не получилось в этом случае программа вывела сообщение о том что необходимо внести корректировки непосредственно в перечень вот значит далее вот на таком небольшом примере значит вот это фрагмент из материалов заявки это вот фрагмент документа в формате ст25 соответственно он имеет собственно с ним имелось ряд проблем которые потребовалось изменить и собственно скорректировать в ручном режиме после импорта в частности это наименование на русском языке и кодировка элементов последовательности значит как здесь вот можно видеть в тех случаях когда требуется внести какие-то изменения в данные могут в сообщении присутствовать ссылки на либо основной текст какие-то положения либо на определенные приложения стандарта ст26 к которым следует обратиться для того чтобы исправить данные вот в частности имеется таблица соответствия односимвольных трехсимвольных и собственно наименований я так подозреваю что это аминокислоты вот соответственно в данном случае да в заявке в материалах заявки имелись трехбуквенные обозначения которые были были изменены на однобуквенные вот и соответственно после этого меня ждал успех я смог успешно валидировать документ после чего он может быть выгружен вот в данном случае можно увидеть что вот вот это вот вот так это выглядело в формате ст25 в ст25 не было сведений о заявителе о номере заявки и так далее вот соответственно те же сведения плюс вот указанные в формате ст26 понятно что для восприятия то есть это формат который может очень хорошо быть обработан машинными средствами вот но в меньшей степени удобен для того чтобы смотреть и просматривать его глазами вот в связи с этим программа позволяет предоставляет некоторые средства для просмотра для сформированной и проверенной последовательности вот соответственно внешний вид значит здесь вот насколько это хорошо видно там собственно сама последовательность она там в самом низу вот и в виде таблиц представлены вот эти дополнительные параметры собственно на этом все еще раз хотел бы обратить ваше внимание что после как заявлено международным бюро ВАИС после 18 ноября то есть уже очень и очень скоро планируется опубликовать бета-версию и собственно можно будет ее скачать посмотреть потрогать запустить и собственно попробовать с ней поработать и собственно мы всячески призываем вас это сделать и сами тоже с нетерпением ожидаем этого момента спасибо коллеги ну я надеюсь вы поняли что ВАИС не только сложности создает нам в виде определенных стандартов но и дает инструмент для решения этих сложностей да поэтому наверное достаточно удобная программа предлагаю вам также воспользоваться ей сейчас мы хотели бы ответить на ряд вопросов которые к нам поступили и ответы будут даны представителями отраслевого отдела Добрый день уважаемые коллеги поступил вопрос охраняет ли нуклеотидная последовательность только саму себя или тащи в нее более короткие последовательности ну во-первых мы патент выдается не на последовательность а на продукт вещество которое охраняется последовательностью и конечно если формуле нет указания что там последовательность секунст или ее фрагмент то конечно охраняется только самое то вещество с той последовательностью которая указана второй вопрос в каких случаях возможно формуле указать объем притязаний на последовательность нуклеотидов или гомологичные ей определенный процент другие последовательности которые не приведены в перечне последовательностей не очень не однозначно понятен вопрос Но, как поняла, отвечу. Если в материалах заявки показано, что заявляемое вещество с той функцией, которая там указана, будет реализовано как при 100% идентичности, так и при определенной гомологии, то, конечно, гомология может быть приведена в формуле. Если же в материалах заявки показано только, что сам продукт именно с той последовательностью, со 100% идентичностью, то, конечно, гомологии не должно быть в формуле. Спасибо. На какие-то вопросы в процессе вам докладчики уже ответили. Были вопросы, в чем особенность нового стандарта, в чем отличие. И в процессе докладов вам уже были предоставлены ответы. Еще какие-то вопросы у вас есть? Мой сын, Катерина, городецкие партнеры. Скажите, а вот по формату СТ-26 уже можно будет до января что-то создавать 2022 года? Или исключительно с января он ведется в действие? Или до этого уже будет какой-то момент, когда мы сможем по новому стандарту их рисовать эти последовательности? Нет, в настоящий момент действует 25-й стандарт. У нас в требованиях, как написано, что последовательности представляются в действующем стандарте. Поэтому, насколько я поняла, что попробовать пользоваться вот этим ресурсом и составлять в 26-м формате вы уже в ближайшее время сможете. Но подавать заявки надо по-прежнему в действующем стандарте, в 25-м. Ну, то есть строго до января 2022 года, да? Раньше никак нельзя. Нарышка Мария, городецкие партнеры. Вопрос у меня к компьютерному отделу. Почему вы в док-формате нас требуете предоставлять последовательность, а не в тексты? Вы на программе 26 четко продемонстрировали, что у вас импорт происходит с файла тексты. Почему мы каждый раз должны преобразовывать файл из тексты, который принят по стандартам ВАИС в док? Вы имеете в виду при продаче через личный кабинет, да? Да, через электронный. Более того, еще и проблемы возникают в связи с тем, что, допустим, мы в док предоставляем, а в отраслевой отдел направляет совершенно не док-формат. Вы знаете о картинках. Какие вы осветомленные-то, а? Да, вы задали вопрос мне, но на самом деле, на вопрос, почему имеется требование о представлении сведений в формате док, я, к сожалению, ответить не смогу, если такие требования зафиксированы какими-то положениями. Вот, возможно, это изменится после 1 января 2022 года, когда, собственно, вот, ну, на самом деле, даже не так, там, собственно, после 2022 года, там просто будет XML по этому поводу. Я просто в своем докладе я отметил, что, как бы, да, вот, лично мне пришлось, то есть, как бы, вот, по крайней мере, разработчики ВАИС не учли возможность загрузки именно файла док, да? Соответственно, мне потребовалось осуществить конвертацию в тексты. Ну, потому что ВАИС не предусмевает, что тексты подается. Теперь второй вопрос. Все, что остается до введения стандарта 26 в вашем док, это все как будет? Как потом вы будете с этими базами работать? У меня вот в какой вопрос. Оно будет переведено. Вот, из док вы будете переобразовать в тексты. Мы, я в курсе этой проблемы, мы с разработчиками общаемся, мы общаемся для того, чтобы решить этот вопрос. Можно ли вопрос все-таки по тексты решить и нам возможность такую предоставить, подавать вам в электронном виде тексты в правильном формате? Окей, спасибо большое. Мы, я говорю, мы работаем с вашей болью, я понимаю. Да, 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 потому что самое смешное, мы в Евразии подаем в тексты, которые вам преобразовывают в док для проведения поиска. Я в курсе, да. Еще есть вопросы? Кроме технических, можете, пока представители отдела здесь, то можете задать еще какие-то сущностные вопросы, если вас интересует. Что вы сказали? Давайте. Ирина Борисовна, у меня вопрос к вам по поводу включения в формулу признаков самой последовательности, а не номеров. Вот сейчас вот Ирина Вячеславовна рассказывала, что мне надо делать. Номер последовательности. Помните историю? У нас с вами была там немножко другая ситуация, когда этот номер не содержал в перечных материалах заявки, да? Так. И там в перечных материалах заявки была путаница. Именно в той ситуации это было невозможно. Вы подойдите к микрофону, пожалуйста. Шмагина Ирина Агрей. Подскажите, пожалуйста, как будет подаваться заявка в бумажной форме после введения стандарта 26? Ну, вы знаете, сложности заключаются в чем? Что уже сейчас, независимо от 20, введения 26 стандарта, уже по действующим требованиям вы должны представить последовательность на носителе. Да? То есть уже сейчас это требование действует, поэтому такие же правила останутся и в последующем. Меняется только формат представления данных, но требование представления последовательности не только на бумаге, но обязательно на носителе, оно останется, оно сохранится. Если у вас электронная подача, нет. Если бумажная, то бумага и носитель. Точно так же и сейчас происходит. Мы же поиск проводим для того, чтобы провести поиск без ошибок, исключить риск того, что при переформатировании какие-то будут нераспознанные символы. Мы загружаем, как мы поиск проводим? Мы загружаем в базы данных последовательности и базы путем сравнения, поиска схожих документов. Они эксперту выдают перечень источников информации. Мы же не в ручном режиме пересматриваем все последовательности и букв мы не сравниваем. Вот, поэтому нам нужен носитель. Это требование действует практически во всех странах. Еще вопросы есть? – Коллеги, я надеюсь, что вы попробуете инструмент по преобразованию. Если у вас возникнут вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Если будут вопросы по, в принципе, стандартам, так же обращайтесь. И через некоторое время мы проведем следующую тематическую встречу, где те вопросы, которые будут накоплены, мы вам озвучим на них ответы. То, что касается вашей конкретно боли, мы боремся, мы это все понимаем. Для нас это тоже неудобно. Но технические возможности ограничены. Быстро решить ваш вопрос. Но по поводу преобразования и представления, это не наши некие особенности восприятия информации, это технические сложности. Поэтому я думаю, что в ближайшее время они будут решены. И удобство подачи и для вас, и для всех остальных будет восстановлено. Поэтому, повторюсь, обращайтесь, пишите нам. Пишите нам вопросы для того, чтобы в процессе диалога, может быть, мы что-то не учитываем, те потребности и то непонимание, которое у вас возникает. Мы смогли отработать эти вопросы. Время очень быстро идет. И к моменту перехода мы смогли уже все решить и понимать, что делать. Вы знаете, в том формате, в котором подаются, то, что мы видим, материалы, документы, заявок на последовательности, это такое разнообразие сейчас. Это нет никаких единых подходов. Вот как биотехнолог может представить последовательность, так он нам и представляет. И это на настоящий момент не то, что неудобно, это катастрофа. Потому что это неудобство и для нас представить, загрузить этот формат в поисковые системы. Поисковые системы, в частности зарубежные, они настроены на определенный формат. Это неудобно. Для того, чтобы качественно провести поиск, нам требуется провести, осуществить много усилий. Для того, чтобы гарантированно, выдав вам патенты или приняв решение об отказе, наши доводы были аргументированы. Наше качество сохранилось. Поэтому мы и начали столь заранее проводить эти обучающие мероприятия для того, чтобы анонсировать эту проблему и озвучить то, что существуют определенные требования. Их надо соблюдать. Причем это требования общемировые. По такому же пути, как мы идем, идут и многие зарубежные патентные ведомства. Они уже начали проводить обучающие мероприятия. Они встречаются с разработчиками, с патентными поверенными. И рассказывают об этом стандарте. Потому что надо выработать навыки. Без навыков очень сложно будет совершить этот переход. И самое главное, конечно, может быть это высокомерно сейчас будет сказано, но наши изобретатели отечественные не должны пострадать в момент этого перехода. Они не должны. Для них это не должно быть неожиданностью. Потому что в момент перехода мы не сможем принимать в другом формате документы. Это будет потеря времени, это потеря приоритета, это потеря в конце концов рынка и финансовых преимуществ наших отечественных изобретателей. Поэтому призываю вас, патентных поверенных, проводить также просветительские беседы, рассказывать об этой необходимости. В общем, что бы я хотела сказать. Переходим сейчас уже жестко на действующий стандарт, представляем в правильном формате материалы документы заявки и готовимся к переходу к следующему стандарту. И уже несколько раз призывала, повторно обращаясь к вам с просьбой задавать нам вопросы. В письменном виде, в любом виде присылайте. Мы будем стараться ответить. Без диалога нам не справится. Очень много информации, очень много вопросов. Только в диалоге мы можем найти ответы и одинаково понимать одну и ту же ситуацию. Потому что разные трактовки, разные интерпретации наших действий, такого не должно быть. Мы должны все одинаково понимать, что мы делаем и почему. И мы, и вы. Хорошо? Я вас благодарю за эту встречу, что вы пришли, что вы задавали нам вопросы. Мы постараемся те вопросы, которые еще не решили, решить. И до следующей встречи.